Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз встретились. В этот раз в Сочи для того, чтобы обсудить очень важные политические и экономические вопросы. Как обычно, за закрытой дверью эти стойкие оловяные солдатики, ну точнее правители, просидели почти 6 часов. А Лукашенко тоже надо белорусскому народу показать, что и это где-то здорово. По словам экспертов, анонсировали лидеры России и Белоруссии одни темы. А вот за закрытой дверью на самом деле общались о наболевшем. Единственное, что нужно Путину от Лукашенко, это чтобы Лукашенко тоже начал воевать армией Белоруссии. Единственное, что нужно Лукашенку в данной ситуации, это не начать воевать. А для широкой публики Путин и Лукашенко, как водится, сделали заявление. И, конечно же, эти два изгоя цивилизованного мира, зная, что рядом с ними только представители пропагандистских СМИ, начали высказывать собственную точку зрения на происходящее в их государствах. Неожиданная вещь, что происходит. Но это для них неожиданная. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они, сами не понимая того, Запад, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. По словам диктаторов, война против Украины не то что не повлияла в худшую сторону на экономику России и Белоруссии, а скорее наоборот, там практически расцвет благосостояния граждан. Российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. Падает уровень безработицы. Не ожидаемо. Да, это хорошо. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами. Кстати говоря, переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе это уже знать. И это, по сути, укреплению рубля. Мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение. Вот только такие заявления точно подтверждают информацию журналистов о том, что Путин серьезно болен. Как минимум, склерозом. Ведь еще буквально месяц назад он говорил совершенно другое. В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми. Приведут к временному росту инфляции и безработицы. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат. Люди все-таки вертят деньги в пальцах, они же видят реальность. Вот, поэтому это тот случай, когда по телевизору можно говорить что угодно, но холодильник шепчет о другом. Это они могут сейчас в Сочи говорить, да у нас все хорошо, у нас импортозамещение. На самом деле все плохо. Ну и конечно же, двух диктаторов очень сильно возмутил приезд в Киев президента Польши Анджея Дуды. Настолько возмутил, что Лукашенко тут же начал строить свои теории заговора. Они уже делают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки, натовцы выйти, помочь, таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Видимо, вот такие вот фразочки – это главный конек самопровозглашенного диктатора Лукашенко. Ведь вы же помните, как по интернету до этого месяцами гуляли мемы с цитатой с одной из прошлых встреч с Путиным. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. И, конечно же, диктаторы изо всех сил старались показать уверенность, что в России и в Беларуси все отлично, а вот на Западе, наоборот, плохо. И даже пытались шутить. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин. Поэтому... Мы с ним серьезно погодим. Да, да. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое, и рано или поздно мы все равно победим. Эксперты уверяют, на самом деле все с точностью наоборот. Вот посмотрите, как дергались ноги Путина, когда он рассуждал о стабильности экономики. А вот поза Лукашенко стала, наоборот, более уверенной. Нервничают. И я бы сказал, что язык тела Лукашенко сейчас передает... Раньше он встречался перед войной с Путиным, и видно было по его позе, что он зависимый. К чему же на самом деле Лукашенко и Путин пришли в результате этой встречи, непонятно. Вот только эксперты уверены в главном. Воевать с украинцами белорусы точно не будут. Лукашенко, в отличие от Путина, докладывает правду. А правда в том, что 92% населения Беларуси не хочет быть втянутым в эту войну на стороне Путина. Поэтому, наверное, генштаб Беларуси сказал Лукашенко, что, слушайте, если мы перейдем границу с Россией, наша армия или сдастся, или просто усилит трофеями украинскую армию, или перейдет вообще на сторону Украины, чем усилит, опять же, армию Украины. Но не факт тогда, что Лукашенко умрет в своей постели. Можно встречаться бесконечное количество раз и что-то обсуждать бесчисленное количество часов. Но войну с Украиной эти диктаторы уже с треском проигрывают. И весь цивилизованный мир прекрасно понимают. Уже совсем скоро Лукашенко и Путин беседовать будут не в Сочи, а на скамье международного трибунала. Продолжение следует...